На Олимпиаду в Сочи приехали сотни тысяч болельщиков и кажется, каждый второй хочет отличиться. Куртки, флаги, само собой шапки-ушанки или вот такие парики. Хендмейт, ручная работа. Сами делай. Конечно. Мамы, подруги. Всего лишь один вечер. А на это творчество времени понадобилось явно большее. Две патриотически настроенные девушки нарисовали у себя на спинах портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева в лыжном снаряжении. Фу, жарко. Вот теперь зимние Олимпийские игры. На улице градусов 15 тепла. Хотя довольно интересно. Здесь жарко, а там в горах, где проходят спортивные мероприятия, уже температура минусовая. Но фанатов и это не останавливает. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Для настоящего болельщика нужен заводной характер, но и крепкая глотка. Медаль, она символизирует, чтобы наши завоевали заводом. Болельщик из Норвегии свою сборную решил поддержать, изменил цвет волос. Это цвет нашего флага. Перекрасился, чтобы всем понравилось. Норвежские спортсмены и сами отличились. Выступая против запрета носить форму брендов, не являющихся партнерами игр, мужская сборная по керлингу сфотографировалась на фоне Олимпийского огня вовсе без штану. А вот американский бобслиист Джонни Куин стал героем интерната, застряв в туалете своего номера. Заклинившую дверь спортсмен выломал, а на следующий день оказался в плену в лифте. Но с его металлическими дверями уже не справился. Пришлось звать на помощь. Впрочем, как бы ни шалели иностранные гости, хозяева Олимпиады стараются особого внимания на это не обращать. Из Сочи Андрей Кузакович, из Халафилюшкин. События.